Еще раз всем доброй ночи, а точнее доброго утра. Пол седьмого же уже не ночь вроде бы. Друзья мои, я хочу сказать вам следующее, поскольку я всегда дарю вам денежные ритуалы и не буду заново к этому возвращаться. Единственное, что хочу вам напомнить, что вам нужно завести определенную тетрадь, блокнот или красивую книжечку, где вы будете записывать эти все ритуалы. Они вам пригодятся. Они вам пригодятся всю жизнь, а может пригодятся после и вашим детям. Потому что это те ритуалы, которые когда-нибудь выйдут в моих книгах. И вы будете говорить, что вы первые, кто видел их, использовал и получал результат. Но о том, что это дает очень хороший результат, уже мы говорили. И люди писали, и будут еще говорить и писать. И чем больше будут делать, тем лучше будут жить. Собственно, моя цель была и такой. То есть именно такой, чтобы была возможность у людей в конце концов вылезти из долгов, прийти в себя, обрести какое-то ощущение защищенности, какое-то ощущение удачливости и прочее. Итак, ритуал этот называется «Восточный купец». Вы знаете, что купцы Востока очень сладкоречивые, очень удачливые торговцы. Именно на традициях восточного торга мы и делаем свой ритуал. Я уже говорила о том, что базар восточный создает определенную энергию. Именно поэтому на рынке купли-продажи, там обмен энергии, там энергия гуляет, там не застаивается все. А в супермаркетах может там товар в конце концов портиться и месяцами так мало кто замечает. Конечно, если супермаркет стоит там, где больше некуда ходить, это другой вопрос. А так в основном люди идут на базар, там энергия, энергетика есть. Или там кто-нибудь, например, скажет «Ой, девушка, какой ты хороший, уже как-то приятно жить». Так вот, дорогие люди, вы занимаетесь разными вещами. Кто-то, может, котов продает, разводит, кто-то на рынке торгует, кто-то недвижимостью торгует, кто-то делает маникюр-педикюр, кто-то делает там, не знаю, какие-то, как их там его, наводит макияж, кто-то прическами занимается, кто-то чем-то и чего-то. В общем, всем нужны клиенты. Потому что в наше время основная работа зависит от того, сколько народу придет к тебе и какой процент тебе даст человек, который владеет этим имуществом, этим магазином, предприятием. Или ты сам открываешь, тебе нужны клиенты, клиентская база. Так вот, как быть? Вот этот ритуал в любой профессии, в любой работе поможет и принесет прибыль. Скажу вам следующее. Как надо делать? Берете маленький сундучок. Ой, мне руки чешутся. Уже чешутся, еще только начала. Маленький сундучок. Или шкатулку, но такую, чтобы закрывалась, да, удобной. Ну, вот, видите, вот она удобная, такая шкатулочка. Денежные, вот, немножко мелочи, сколько угодно. Вот так взяли, вот, кошечку мелочи и все тут. На эту мелочь заговаривайте, храните дома. Но, когда идете на работу, или перед тем, как идти на работу, дома начитайте, вот так перемешивая эту мелочь, начитайте. Закройте и отвезите с собой. Возьмите поменьше, если есть у вас что-нибудь, чтобы удобно было. Или там храните, если у вас такая работа, что вы можете в кабинете, как бы, спокойно закрыться и начитать, и никто вам не помешает. То оставьте этот сундучок на работе, там, каждое утро, когда приходите, пьете кофе, чай, не знаю что, перед этим или после этого читайте, начитывайте, вот так перемешивая мелочь. Потом закройте и храните там. Эта мелочь, она будет все время притягивать к вам людей, очень много людей. Даже кому надо, не надо, будет приходить, заходить. Все равно что-нибудь купят или закажут. И люди будут удивляться, почему у вас там парикмахерская настолько вот удачливая, а рядом еще есть получше, да, и там цены, и скидки, и не знаю что, а к ним почему-то мало народу ходит, а к вам больше. Никогда не встречали, что, например, в какой-то шашлычной или какой-то маленькой кафешка, она зарабатывает миллионы, а рядом стоящие гиганты просто вот отдыхают, да. А потому что притягивает хозяйка, знает чего-то там, начитывают, и народ тянется, тянется туда, как будто, я не знаю, как будто вкуснее ничего не ели. Есть такой, есть такой секрет успеха, который не любят люди делиться и говорить. Если у вас коллектив недружный, можете не говорить им, в чем ваш секрет. Если дружный, можете говорить, хотя никто не застрахован от зависти, собственно говоря, что вам перебьют это дело, да, и вам придется переделывать. Через некоторое время, месяц, через 2-3, сколько его там пройдет, эту мелочь потратьте просто, не оставляйте нигде, потратьте обязательно. Ну, я не знаю, там метро, добавьте, еще сверху что-нибудь купите, какую-нибудь мелочь, зеркало, там, расческу и так далее, да. И заново повторите. Когда вы чувствуете, что поток начинает как-то уменьшаться, по новой повторите, потому что я вам говорю, особенность денежной энергии, что она может ослабевать. Через некоторое время требует повторения. Итак, я не буду перемешивать, поскольку у меня рука будет занята. Вот я так перемешала. Вот так вот читайте, перемешивая. Это к любому человеку. Даже если вы просто дома сидите, ваш муж работает, в любом случае в ваш дом придут деньги. Вот так вот делайте. Итак, читаю. Ну, говорить каждый раз, что это мой ритуал, мне кажется, ну, слишком, да, уже постоянно это все повторять. Я думаю, вы и так поняли, что это мой ритуал. Итак, секунду, секунду, сейчас найду. Видите, у меня уже огромная тетрадь, так что там еще половину я вам не отдала. Ждите, постепенно ко всему придем. Не-не-не, это не то. Да, вот. Есть один для практиков, следующий я буду снимать, вот этот для вас. Стоит купец восточный. Таторг ведет, народ созывает. А рядом с купцом стоит бесенята. Та чертенята. Товар купца расхваливают. Иди, народ, гляди, народ, хватай, хватай, все покупай. Купцу тенжата отдавай. Мы торг ведем, ему помогаем. Лопатой деньги выгребаем, купцу отдаем. Приди, народ, иди, народ, все покупай. Я купец востока, мой товар для всех. Покупай, хватай, прилавка сметай. Черти бесенята. Ловкие ребята, товар мой продайте. А прибыль мне отдайте. Налетайте, забирайте, а деньжата мне давайте. Заклято. Еще раз читаю. Стоит купец восточный. Да торг ведет. Народ созывает. А рядом с купцом стоят бесенята, да чертенята. Товар купца расхваливают. Иди, народ, гляди, народ, хватай, хватай, все покупай. Купцу денжата отдавай. Мы торг ведем, ему помогаем. Лопатой деньги выгребаем. Купцу отдаем. Приди, народ, иди, народ, все покупай. Я купец востока, мой товар для всех. Покупай, хватай, прилавка сметай. Черти бесенята. Ловкие ребята. Товар мой продайте. А прибыль мне отдайте. Налетайте, забирайте. А деньжата мне давайте. Заклято. Стоит купец восточный, да торг ведет. Народ созывает. А рядом с купцом стоят бесенята, да чертенята. Товар купца расхваливают. Иди, народ, гляди, народ, хватай, хватай, все покупай. Купцу денжата отдавай. Мы торг ведем, ему помогаем. Лопатой деньги выгребаем. Купцу отдаем. Приди, народ, иди, народ, все покупай. Я купец востока, мой товар для всех. Покупай, хватай, с прилавка сметай. Черти бесенята. Ловкие ребята. Товар мой продайте. А прибыль мне отдайте. Налетайте, забирайте. А деньжата мне давайте. Заклято. Вот так. Этот заговор можно сделать, даже если вы плотник. И вам должны заказы там поступать. Этот заговор можно сделать, если вы психолог, психиатр, врач, частной клиники. И вам нужны клиенты. Этот заговор можно сделать, даже если вы ведьма. И вам нужны клиенты в этот момент. Ну, клиенты я не люблю называть вообще клиенты, честно говоря. Пациенты. Я лично так называю. Им, может, клиенты нужны. Не знаю. Но любой человек, которому нужны люди, которые придут покупать их товар. Или заказывать их работу. Я не знаю. Они могут это провести. Еще раз скажу как. Один раз проводите. Вот так вот, перемешивая деньги. Храните это у себя. На работу идете. Если у вас работа дома, то дома. Утром встали, перемешали, прочитали. Закрыли. Отложили куда-то. Последите, чтобы никто не взял. Если кто-нибудь взял, все, ритуал закончен. Заново надо повторять. Вреда не будет. Когда у меня спрашивают, а если я чего-то не то сделаю, ничего не будет? Ничего не будет, конечно. Я даю вам такие ритуалы, которые вам вреда не принесут. Минимум просто не сработают, если вы неправильно сделали. Если вы нарушили какие-то законы, которые не надо было нарушать. Но вреда вам не принесут. Просто по новой надо будет переделывать. Вот и все. Вот, собственно, и ритуал. И он очень рабочий. А если у вас работа в другом месте, то можете утром начитать дома. И отвезти с собой туда, и там спрятать. Потом вернуть домой. Либо там оставить, если у вас есть возможность, там читать каждое утро, там читайте. То есть ваш день начинает с этого заговора. И у вас клиенты полно. Вы сами потом мне напишите, хорошо? Удачи вам!